29 апреля штурмовые батальоны 3-й ударной армии вышли к Рейстагу, на котором, по указанию Сталина, надлежало водрузить Знамя Победы. Политотдел заранее определил нужную воинскую часть, подготовил знамя и подобрал соответствующих почетной миссии героев – русского и грузина. Это должно было понравиться Верховному. Но на войне сложно что-либо предугадать, и волей судеб к Рейхстагу I пробилось незапланированное начальством подразделения. Хроника, которую вы увидите, это в основном постановочные кадры, снятые позже, а реальный ход событий можно восстановить только по воспоминаниям их участников. Из воспоминаний подполковника Плеходанова. «Знамя военного совета находилось в штабе у соседей, и я приказал срочно приготовить свое. Разведчики раздобыли где-то красную перину и здесь же, на наблюдательном пункте, ее выпотрошили. Знамя получилось грубоватым, без звезды, серпа и молота, но зато прочным и большим». Из воспоминаний старшего сержанта Проваторова. «Через полтора часа боя мы прорвались в Рейхстаг и коридорами, предварительно бросая гранаты, вышли к лестнице на крышу. Гриша Булатов, наш самый молодой разведчик, привязал флаг к шее огромного коня какой-то скульптурной группы». Из воспоминаний подполковника Плеходанова. «Я услышал радостный крик Связнова. «Товарищ подполковник, посмотрите на крышу Рейхстага». Я поднял бинокль и увидел красное знамя. Это было в 14 часов 25 минут 30 апреля». Из воспоминаний старшего сержанта Проваторова. «К вечеру, когда над зданием все еще развивалась наша перина, мы встретились с пехотинцами из другого полка. В сопровождении группы автоматчиков они несли знамя военного совета армии. Мы показали им дорогу». Из донесения генерал-полковника Кузнецова в Москву. После ожесточенного штурма комсомолец-красноармеец Михаил Егоров и беспартийный младший сержант Мельтон Кантария с боем прорвались на самую высокую точку здания и водрузили гордое знамя Победы. Вот такая история. Егорова и Кантарию наградят звездами героев и увековечат на фоне знамени со всеми положенными атрибутами. Со временем снимок растиражируют для сотен музеев воинской славы. Иногда рядом будет висеть и это фото с нейтральной подписью «Группа советских солдат у Рейхстага». В свое время с этой группой провели профилактические беседы и теперь мало кто знает, что из того далекого Победного Мая на нас смотрят Виктор Проваторов и Гриша Булатов. Безвестные солдаты, которые действительно первыми возвестили мир о разгроме нацизма. В последний год войны огромное число людей увидело собственными глазами другой мир. Миф о безоговорочных преимуществах социализма стал меркнуть и нуждался в новых доказательствах и аргументах. Сталин это понимал и сделал все возможное, чтобы на долгие годы таким доказательством стала Великая Победа, а главным аргументом – могучая победоносная армия. В этом парадокс и трагедия 1945-го. Победив одного дракона, страна тем самым продлила жизнь другому и осветила систему, в которой человек был всего лишь бездушной ее частью. Через день на приеме в честь участников парада Сталин скажет. «Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за винтики, которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но они держат нас, как основание держит вершину». Но вождь ошибался. Над теми, кто шел по площади под бархатными знаменами с его золоченым ликом, уже незримо развивалась та потрепанная красная перина, которую вопреки системе водрузил над поверженным Берлином человек, уже не считающий себя винтиком. Именно она была истинным знаменем Победы, а ее красный цвет олицетворял не идеологию тоталитарной империи, а кровь пролитую за освобождение от любого тоталитаризма. Эти люди были еще рабами, но уже ощутили, что такое честь и достоинство. Со временем это чувство растопит изморозь рабского страха в душах их детей, а живительные капли этой оттепели даруют свободу их внукам. Но в тот день, 24 июня 1945 года, ни они, ни генералиссимус об этом не знали и знать не могли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова